Всем привет! Меня зовут Ольга, я вице-президент по директору маркетингу в компании Симраш. У вас здесь насыщенная программа, но я надеюсь, был шанс отдохнуть во время бедного перерыва, тем более будем обсуждать такой топик, всеми любимый, как репортинг. И, ну, сегодняшняя моя задача следующая – рассказать вам про основные принципы, как, собственно, построить грамотный репортинг, грамотную отчетность, чтобы избежать той самой ситуации, когда создается отчет ради отчета и вообще непонятно, собственно, для чего он делается. И, то есть, я надеюсь, что там спустя полчаса нашей сессии у вас будет четкое понимание, что же нужно сделать, когда вы вернетесь обратно на рабочее место, какие вопросы нужно себе задать, какие шаги предпринять, чтобы получился тот самый грамотный и полезный репортинг. И я специально оставила нам побольше времени на сессию «Кондаи» в конце, вот поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы в чате в конце, надеюсь, на оживленную дискуссию, буду рада ответить на все вопросы. Вот, на сейчас поехали. Я пошарю экран. Надеюсь, вам хорошо видно. Если что-то не очень, пожалуйста, сигнальте в чат. Итак, собственно, вопрос, как построить грамотный и полезный репортинг, для меня формулируется такими пятью постулатами. Принцип номер один – это интерпретация. То есть при построении любого репорта важно помнить, ну, нужно постоянно себе задавать вопрос, он отвечает на вопрос, собственно, а что это значит на самом деле. Вот. И здесь, ну, интерпретация – вопрос такой, кажется, очевидный, да, но практика показывает, что часто самые очевидные вещи совсем не очевидны. И специально для такого случая у меня прописана история абсолютно реальная, когда мне в личку упал такой паникующий запрос от руководителя, что, боже, у нас падают конверсии со всех платных каналов, и, собственно, что произошло. Вот. Ну, и прежде чем, как бы, поддаваться панике, я пошла, посмотрела репорт, и выяснилось, что по какой-то причине окно атрибуции в этом репорте было 30 дней, тогда как все предыдущие стандартные репорты использовали другое окошко с атрибуцией в 60 дней. И, собственно, это вот отличная иллюстрация того, что интерпретация, она всегда крайне важна. И чтобы, собственно, эта интерпретация была сделана корректно, то нам с вами важно помнить следующее. Важно стараться строить, собственно, репортинг для людей по-человечески и последовательно. И когда я говорю для людей и последовательно, что я здесь подразумеваю? Ну, во-первых, помним, что этот репорт может читаться людьми, которые могут быть незнакомы с вашими же организмами или незнакомы с вашими сокращениями, аббревиатурами, акронимами. И самое главное, у нас почему-то любят забывать легенду, она так важна. И, собственно, вот мой пример про окно атрибуции – это классический пример, когда нет легенды, нет понимания, собственно, что это означает. Второй момент. Здесь важно помнить, что вы одно и то же, что вы говорите на одном языке, и когда вы используете одно понятие, другой человек, собственно, использует другое. Если такие ситуации случаются, здесь важно прийти к общему знаменателю. И, пожалуйста, если у вас еще в компании не введен naming convention, то есть конкретный список, что вы имеете в виду под каждым понятием, что вы трекаете, пожалуйста, это сделайте. Опять же, на практике при проверке зачастую проблема не в неработающей, допустим, рекламе, а в некорректном трекинге. И, опять же, убедитесь, что вы в компании кросс-канально, кросс-командно используете одну и ту же методологию при обсуждении тех или иных вещей. То есть классика жанра, как вы считаете, conversion rate. Это не значит, что не нужно использовать разные методологии, но имеется в виду, что когда у вас есть регулярный репортинг, то вы всегда в нем используете одну и ту же методологию, и все ее понимают. Вот. Ну и, наконец, самый важный пункт. Я его здесь не просто так поставила первым. Это квалифицированный эксперт репортинга в команде. То есть как у нас часто работают в реальности. Сегодня у нас репорт делает один человек, завтра другой. То есть у кого в спринте есть свободное время, или кому прилетел запрос, тот сел быстро на коленке, я что-то сделал. В идеальном мире, ну, а мы все стремимся сделать так, чтобы мир был идеален, у вас должна быть отдельная штатная единица. Это может быть аккаунт-менеджер, это может быть дата-аналитик, кто главная точка входа, главная точка контакта для всех вопросов касательно отчетности. Вот. Если у вас нет возможности себе такую штатную единицу иметь, и средства, ресурсы ограничены, тогда, пожалуйста, организуйтесь с командой, чтобы проектно, чтобы там их человек отвечало, опять же, в идеале один человек отвечал вот за этот набор проектов, другой отвечал за этот набор проектов, чтобы каждый раз, когда был новый запрос по тому или иному вопросу, один и тот же человек, зная, что он говорил вчера полгода назад и год назад, отвечал на эти вопросы. И вот была вот та самая консистентность данных, потому что, повторюсь, да, чаще всего проблема не в перформансе, а в том, что каждый раз этот перформанс интерпретируется по-разному. Ну, и отсюда, опять же, проблема, что мы не знаем, как правильно расти, потому что мы не знаем, как правильно интерпретировать все возможные отчеты. Ну, поехали дальше. Второй фактор – это контекст. И опять тот же самый вопрос про, что же это значит на самом деле, но на этот раз глобально. И опять поделюсь с вами историей. История следующая. Опять запрос в личку, естественно, срочный, что, Ольга, у нас вырос в Customer Acquisition Cost, нужно что-то срочно предпринять, чтобы его понизить. Иначе сокращаем бюджеты. Ну, и, соответственно, мой ответ – да, это совершенно верно. И это хорошо, что он вырос относительно хорошо, потому что давайте посмотрим это с другой стороны, со стороны бизнес-метрик. В курсе ли вы, что при этом вырос LTV в том числе? И в этом случае мы как бизнес заинтересованы лучше переплодить за пользователя и получить более высокий LTV. Мы про бизнес-метрики с вами еще поговорим. Но этот конкретный пример, он про что? Про контекст, про аналитику в контексте. То есть любые выводы важно всегда делать только в контексте. Никогда не анализируем и не даем возможность другим анализировать какие-либо цифры в отрыве от контекста. Что это означает? Ну, во-первых, это означает, что мы, как маркетологи, должны обеспечить заказчику, человеку, для которого мы, собственно, это что-то делаем, модель ориентир. Это может быть среднее значение для этой метрики у вас в компании. Это может быть бенчмарк индустрии. Это, естественно, динамика относительно прошлого месяца, относительно прошлого квартала, относительно прошлого года. Но так или иначе, мы всегда даем какую-то цифру в контексте с бенчмарком, чтобы человек понимал, окей, это хорошо или плохо, или норм. Второй момент. Мы всегда стараемся анализировать когорты пользователей. То есть, окей, хорошо, у нас какая-то метрика упала, но что в целом происходит с аудиторией, с конкретными группами этой аудитории? То есть, что происходит там с этой стороной? То есть, стараемся декомпозировать с одной стороны, с другой стороны, такую 3D-картинку составить с другими метриками, чтобы интегрировать разные репорты, да, то есть, окей, с одной стороны, что у нас происходит в digital advertising, с другой стороны, что у нас происходит в вебе, третье, что у нас происходит в продукте. И мы, соответственно, строим полноценные джорни, вместо того, чтобы, опять же, отдельно анализировать там bounce rate на странице или CTR в рекламе. И, собственно, такую интегрированную аналитику нам, естественно, помогут настроить BI-системы. То есть, если вы еще не настроили, не используете BI-системы, очень рекомендую. Это как раз даст нам возможность постоянно все анализировать в комплексе с другими метриками, а не колдовать с большим количеством репортов и жонглировать, и пытаться найти что-то между ними. Вот, соответственно, берем BI-систему, настраиваем и смотрим все, и обеспечиваем срезы метрик кросс-канально, кросс-командно. И последний пункт, любимый всеми маркетологами, мне кажется, уже на протяжении долгих лет у нас разговор про то, что нужно маркетинг и продажи связать, чтобы они работали в едином порыве. Это просто притча в языцах. Вот, и, казалось бы, уже 10 раз все обсудили, но нет. По-прежнему есть огромный разрыв, маркетинг работает в своем мире, слозы работают в своем мире, и между нами пропасть. Поэтому, ну, наша задача здесь какая? Связать. Какие здесь варианты есть? Ну, во-первых, начиная от элементарного, то есть когда вы делаете ревью перформанса, зато там не полениться пойти в команду с лозов, запросить, организовать какой-то общий звонок, но это такая, скорее как баг-фиксинг, да, а не системная работа. А если говорить о системной работе, то введение дополнительных метрик, которые, собственно, вам помогут говорить на одном языке, то есть если, ну, такие метрики, как маркетинг-квалифайд лид или селс-квалифайд лид, то есть маркетинг-квалифайд лид – это набор параметров, которые удовлетворяют вас, как маркетолога, то есть вы понимаете, ага, вот там А, Б, Ц и Д говорят о том, что это лид высокого качества. И, соответственно, селс-квалифайд лид – то же самое, да, селс берет маркетинг-квалифайд лид, оценивается с этой стороны и говорит, окей, гайз, с этими лидами я могу работать. Второй момент – внедрение системы лид-скоринга. Опять же, набор параметров, которые вы можете интерпретировать, декомпозировать, и таким образом, опять же, у вас воронка между маркетингом и продажами, она становится единой, когда пользователь, он идет просто внутри воронки, между делами, и вы видите, окей, я нагенерил тысячу лидов, вот такого качества из них, допустим, там только 30, дотянули, дуэлит скоро, который приемлем для отдела продаж. Вот, то есть, ну, это могут быть какие-то другие варианты. Основную идею, я думаю, вы поняли. Ввести метрики, общие метрики для отдела продаж и для отдела маркетинга. И, наконец, последнее. Вообще, в целом, маркетинг, он не существует в вакууме, да, маркетинг – это всегда про деньги и про бизнес, ну, поэтому любые маркетинговые метрики мы анализируем со стороны продаж, и об этом мы с вами еще сегодня поговорим чуть-чуть позже. А пока зарубили на носу, нужно вернуться и подумать, как же мы все-таки будем маркетинга-продажи анализировать вместе. Поехали дальше. Своевременность. И, собственно, вопрос своевременности – это такая наболевшая тема. Я уверена, это много из вас, многие из вас получали письмо или запрос вот с этой темой, нужен этот отчет срочно. И, собственно, вот этот третий фактор своевременности – это как-то наш ответ на такие запросы, да, то есть при работающем репортинге, при работающей отчетности такие запросы должны уйти в небытие. Ну и, собственно, как это сделать? Ну и здесь, собственно, у меня подсказка, подсказка на следующем слайде. Автоматизация. И чтобы понимать, насколько вообще тема автоматизации наболела у маркетологов, здесь очень показательный опрос, который мы проводили в 7Rush. Какое-то время назад мы пришли к пользователям и спросили, «Гайз, какое направление в своей работе вы хотели бы автоматизировать прежде всего?» И вот вы видите на экране первое место 48% проголосовали, что им нужно срочно, они очень хотят автоматизировать репортинг. Ну и это, собственно, и ответ, да, какой главный принцип работающего репортинга, что он автоматизирован и, соответственно, при этом доступен ключевым сотрудникам. Ну и давайте сейчас по каждому бункту пройдемся, что это означает для нас. Ну, по поводу автоматизации, да, то есть, понятно, настраиваем регулярно автоматические репорты, стоит, опять же, здесь подумать про алерты, да, какие-то дополнительные уведомления по любым, которые бы сигнализировали любые изменения, да, то есть что-то вроде биржи, да, то есть где-то стоп-цена, когда нужно продать акции, то есть это то же самое здесь, да, то есть какие вообще метрики, изменения каких метрик вы хотите сигнализировать ключевым сотрудникам, чтобы срочно-срочно были предприняты нужные действия. И когда я говорю про автоматизацию репортов, здесь важен такой фактор, как определение ключевых KPI, то есть вот тот самый второй пункт про ключевые KPI и scorecard. То есть как зачастую у нас, у нас, я имею в виду, в реальности, в большинстве компаний выглядят автоматизированные репорты, если они есть. Это такая портянка из системы, которая приходит, и ты теряешься, то есть, собственно, что из этого главное, да, то есть что вообще хорошо, плохо, это тоже к разговору про контекст. Но самое главное – это к разговору про приоритеты, да, то есть что для нас основные и ключевые KPI, а что они не просто, да, называются там KPI from indicators, а что все-таки второстепенные, и о чем действительно мы хотим получать автоматизированные репорты. И здесь я рекомендую начать с малого, начать с простого, и как часто это бывает, самое простое – это самое действенное. То есть вы садитесь с отделом, вы садитесь там с руководителями, с представителями бизнеса и определяете, какие ключевые KPI вы хотите отслеживать на регулярной основе. И создаете такой, так называемый, KPI scorecard, где максимум 5 основных метрок, и, соответственно, на ежемесячной основе нужный список сотрудников получает вот эту KPI scorecard. 5 метрок и, соответственно, ваш перформанс относительно ваших целей. Это может быть там ваш пейсинг относительно бюджета, ваш пейсинг относительно плана продаж, в зависимости от того, что, собственно, для вас главное. Вот. Но это там максимум письмо там на один скролл. И, повторюсь, да, самые-самые основные метрики – это дает вам быстрый overview, что, собственно, происходит в компании, и вы все, знаете, это избитое английское выражение on the same page, вот, но в этом случае, да, вот вы все примерно представляете, что происходит в компании или что происходит в отделе. Вот. Далее. Когда мы говорим про автоматизацию доступной, здесь важно, что? Чтобы вы обучили ключевых сотрудников, которые видят эти репорты, правильно их интерпретировать, и, собственно, чтобы вот эта автоматизация, она как бы там настроили-ушли – это не вариант, да, то есть вы настроили и дальше поставили общий review результатов регулярные. Вначале их нужно будет делать больше и длиннее, а потом уже это будет, там, возможно, раз в квартал, когда вы вместе представляете результаты и разбираете, собственно, что это означает. Это, опять же, вам поможет, вас обезопасит от неправильной интерпретации результатов, опять же, будьте on the same page. И главное дальше вот эти автоматизированные отчеты, они уже будут все-всем понятно и доступны, и вам уже ничего не нужно будет делать. Вот. И, наконец, вы, допустим, создали хороший дашборд где-нибудь у себя в BI. Если вы уверены, что вы решили все вопросы по интерпретации и по контексту, да, которые мы сейчас с вами разобрали, то есть у вас там все понятно в дашборде, что вы отслеживаете, вы знаете, что вы все говорите на одном языке, что вы все представляете методологию расчета, да, то и уверены, что вот эти дашборды никого не запутают, да, то смело даем доступ к динамическим дашбордам, чтобы, опять же, уйти вот от этого репортинга по запросу, да, ой, а что у меня происходит в компании, там, в рекламной компании, или ой, а какие у меня результаты там за прошедший месяц. Нет, вот, ребят, у вас в постоянном доступе дашборд. Давайте пройдем совместное ревью, мы покажем, что он означает, и таким образом, повторюсь, вот эти запросы о срочных отчетах, они должны сойти на нет. Дальше поехали. Четвертый фактор – действенность. Ой, моя любимая тема. То есть, что такое действенность? Всем знакомая история. Прислали отчет, смотришь на него и пытаешься понять, окей, собственно, а дальше-то что? Все, и как с этим бороться, я тут предлагаю немножко проснуться всем и, там, дотянуться до клавиатуры, и у меня к вам есть вопрос, собственно, а что общего между лендингом и репортом, на ваш взгляд? Вот, и напишите, пожалуйста, в чатике, так я тоже пойму, что там есть кто-то по ту сторону экрана. Собственно, как вы считаете, что общего между лендингом и работающим репортом? Какая тишина в чате. Так, хорошо, вы что-то молчите? Не думаю, что вопрос этот слишком сложен, но допустим, если он сложен, ну что же, тогда сама отвечу на посоленный вопрос. Собственно, CTA, call to action, да, это то, к чему я вас призываю, воспринимать отчеты как продающий контент. То есть, когда мы создаем как маркетологи контент, мы всегда держим в клаве следующее, да, то есть мы ставим себе четкие цели, мы ставим себе четкие гипотезы об аудитории, мы формируем профиль аудитории, да, мы думаем о том, что мы хотим, чтобы аудитория делала, да, после пересчения того или иного лендинга. Воспринимайте репортинг аналогично, да, то есть перед тем вообще в целом, как составить какой-то отчет, ставим четкую цель и гипотезу, а зачем, да, то есть для чего я хочу собрать эту цифру. И здесь рекомендую какое-то время построение любого отчета начинать с вопроса, а что если, да, то есть там, а что если, там, конверсия у меня меняется таким образом, да, то что это для меня означает, или а что если я там увижу отрицательную динамику здесь, это для меня означает. И такое упражнение там регулярно проводить какое-то время, чтобы выработать себе привычку, уже быть заранее готовым к ответу, да, при сборе той или иной информации. Второй момент про целевую аудиторию, да. Когда мы строим отчеты, мы почему-то забываем, что целевая аудитория у нас разная. И классика жанра, когда PPC-специалист делает репорт для бизнеса, и там просто все, все возможные метрики, и исключительно там PPC мира, и вопрос как бы, а что C-level с этим делать, да, то есть помним про целевую аудиторию. Если это руководитель бизнеса, если это вообще в целом C-level, да, то есть что для Chief Financial Officer это будут одни метрики, да, для Chief Executive Officer будут другие метрики. Скорее всего, опять же, это топ-левел метрики, это бизнес-метрики, про которые мы еще поговорим, вот. Или, допустим, другая ситуация, к вам пришел, допустим, отдел пиара, да, который не так знаком с всеми метриками канала, да, то есть опять же здесь ответьте себе на вопрос, а стоит ли им, что им нужно знать, да, из всего возможного перформанса, да, что вы хотите до них донести. То есть помним про целевую аудиторию, помним про эту специфику, помним про их уровень знаний и адаптируем репортинг под них. И опять же, как с продающим контентом? Мы регулярно проводим в маркетинге и битесты, мы регулярно делаем опросы, собираем фидбэк. Странная история, но за почти всю мою практику, за всю мою работу, буквально там пару раз кто-то интересовался, а вообще наш отчет, он как, ок или не ок? Вот, то есть, к сожалению, почему-то мы очень редко приходим к заказчику и спрашиваем, а что вы хотите видеть, что удобно, что неудобно. Вот, ну, никогда не поздно начать. И, наконец, самое главное, да, то есть у четкого лендинга есть четкая структура, да, там классный заголовок, описание, опять же, сетей. Делайте то же самое для отчета, да, то есть не просто прислали табличку, а написали, что это, что это такое, да, то есть под заголовок, там, описание, что здесь можно найти. Опять же, call to action – это что вы хотите, чтобы заказчик в конце сделал, да. И у нас по счету маркетологи всегда скромничают и боятся давать какую-то свою интерпретацию и свои рекомендации. Но почему же, да, то есть вы профессионал своего дела, смело добавляем следующие шаги и рекомендации, которые вы ожидаете от той аудитории, кому выслали репорт. Пятый фактор, тот самый, о котором я уже пару раз упомянула, это фокус на бизнес. Собственно, у нас много метрик, у нас много KPIs, но какой же самый главный KPI? И здесь, ну, на практике я бы сказала, что есть такие, знаете, некие стадии зрелости репортинга. И все мы начинаем, ну, с канальных метрик. И, как правильно, это метрики сфокусированы на кликах, да, то есть если это реклама, то это там CTR, CPC. Потом, опять же, там в SEO там начинается разговор, да, там про органик, про реферальный трафик. Или, допустим, там social media метрики, или там open rate, WML и так далее, да. То есть это исключительно такие performance метрики конкретного канала. Вот. Ну, обычно, как бы это такая короткая стадия начинающего спеца, и мы переходим на вторую стадию. Это уже все-таки conversion-focused мышление, да, когда, окей, хорошо, там CTR супер, и, допустим, CPC отличный, но, собственно, какой у нас conversion rate, да. Или, например, какой у нас custom requisition cost. И здесь, наверное, самое интересное – это научить те команды, которые не привыкли мыслить метриками денег, научиться мыслить метриками денег, да. То есть классическая история, да, это команда SEO, команда organic performance, гордятся тем, что они там привлекли столько organic трафика, и у них там какие-то классные, допустим, engagement метрики на сайте. Но приучить команды SEO также смотреть, собственно, сколько продаж обеспечил этот organic трафик, или там, на самом деле, по большей части были студенты, которые там готовились к экзамену, например, да, с вашими материалами. Вот это очень полезное упражнение, вот. Ну и, на самом деле, повторю, да, это не только там для SEO, но и вообще в целом для всех команд. Всегда смотрим, как мы работаем с точки зрения денег, да, то есть считаем customer acquisition cost, смотрим на marketing qualified leads, на sales qualified leads, да, это то, что мы с вами обсудили несколько минут назад. Собственно, как это все транслируется в бизнес-метрике. И, наконец, такой признак зрелой компании и зрелого мышления – это когда мы уже целиком и полностью обращаем внимание, мы не фокусируемся на прибыль, на выручку. И здесь основные показатели – это какие? Это LTV, это может быть LTV, это может быть annual recurring revenue, это может быть monthly recurring revenue, это может быть там величина среднего чека и так далее. Вот. То есть здесь в зависимости от модели бизнеса ваши метрики могут меняться, но суть остается одна. Вы в любом случае анализируете свой перформанс с точки зрения инвестиций как бизнеса. И здесь понятно, что можно сказать, что разные материалы отрабатывают на разной стадии воронки, вот, или, допустим, там, как померить пиар. Померить можно, и для каждой стадии воронки можно рассчитать, окей, как именно вот этот материал может отработать, допустим, там, на стадию тракта, но так или иначе вы этих пользователей же потом проводите по всей воронке. И здесь, конечно, также очень важна мультиканальная атрибуция, да, когда вы не живете в парадигме, там, last click или first click conversion, там все-таки полную эту цепочку взаимодействия отсчитываете, и таким образом, опять же, там, тот же самый пиар, те же самые бренд активности, вы увидите их отдачу, да, и да, она будет больше сфокусирована на стадии трек, на стадии, допустим, эггейджмента, вот, но тем не менее все смотрим сквозь призму инвестиций, вот. Ну и понятно, там, те, кто работает в перформансе, уже более превыслены к таким понятиям, как там ROI или ROAS. Опять же, экстраполируем этот опыт на все остальные команды и договариваемся, опять же, всеошники, вам молодцы, круто, много классных, там, качественных выклинок и, там, органика, это все, конечно, хорошо, но давайте посмотрим, как на продажу это на все влияет. Вот, очень полезное упражнение, соответственно, проводим его регулярно на автоматизированной основе. И последний момент, да, customer retention, churn rate, это здесь не просто, опять же, не просто так эти метрики, они там, на самом деле, не идут в одним списком, это как бы уже такой немножко, еще такой следующий уровень, это revenue focus, то есть там прям совсем advanced, advanced, да, то есть когда мы смотрим не на краткосрочные продажи и даже не на LTV в долгосрочной перспективе, а в целом, да, весь спектр метрика, как это вдолгую отрабатывает, да, то есть, окей, возможно, там LTV высокий, но churn rate тоже высокий. И таким образом, опять же, со всевозможных ракурсов раскрывая картинку, мы понимаем, собственно, что работает, что нет. Ну и churn rate – похожая история. И, собственно, да, это то, что мы сейчас с вами только что, то, что я только что рассказала, да, то есть основной вывод какой? Независимости от специфики канала, его KPI всегда должны, финальный KPI должен всегда быть привязан к бизнесу. Вот, и здесь, наверное, тот случай, когда хорошая грамотная отчетность, она еще и залог хорошего грамотного планирования, да, то есть, как только вы вот эту структуру у себя организуете, вы поймете, что, черт возьми, это же мне так помогает в планировании, потому что, опять же, хороший отчет, он в себя включает такой немного reverse engineering, да, обратный инженерии, когда вы делаете обратный отчет. Пришли к бизнесу, спросили, окей, сколько, какой, какую прибыль от меня ожидает бизнес, от моего дела в этом году, и начинается этот обратный отчет. Окей, если столько прибыли, то есть, сколько клиентов я должен нагенерить с каким чеком или там с каким LTV, а это означает, сколько MQL, лидов, визитов, кликов, ну, там, вплоть до impression, если совсем заморочиться, вам нужно. Вот, и это вот к разговору тоже от KPI Scorecard, который мы там пару слайдов назад затронули, да, то есть вот эти вот все основные метрики вы можете, по-моему, в виде воронки отслеживать на месячной основе и видеть, собственно, окей, где же вы провисли, почему вы не можете достигнуть там самой вашей главной цели, да, на какой стадии у вас случился коллапс. Вот. Второй момент касательно вот этой, все смотрим через призму инвестиций, здесь важно прочитать целевую стоимость для всех действий. И, опять же, для, под действием, я все понимаю, не только непосредственно покупку, да, чего-либо там, Custom Requisition Cost, да, но это вообще в целом действие, это может быть там скачивание триалки, это может быть регистрация на сайте, это может быть в конце концов там визит на сайт или там заполнение там формы обратной связи, опять же, все зависит от модели. Вот, но суть в том, что вы привязываете четко там рублевые, долларовые значения каждой цели. И дальше реплицируем это упражнение на все остальные метрики. В зависимости от типа клиента, да, как у вас эта стоимость варьируется, как у вас эта стоимость варьируется в зависимости от региона и от страны, да, и здесь это очень, очень интересное упражнение. Там Индия с более дешевыми кастомерами, но гораздо большим количеством, да, и там versus Штаты, гораздо более высокий Customer Requisition Cost, но и LTV при этом лучше. То есть такая очень интересная экономическая задачка. Вот, и считаем целевую стоимость для продукта, да, то есть, опять же, здесь как бы средняя температура по больнице тоже всегда есть, но, собственно, как у вас каждый продукт может отрабатывать с точки зрения инвестиций. Вот, и, наконец, касательно тоже атрибуции, повторюсь, да, ну, конечно, здесь стоит работать с мультиканальной атрибуцией, и главное здесь, опять же, помним, что чтобы понять 3D-картинку, чтобы ее сформировать, нужно посмотреть со всех сторон, поэтому, опять же, вот сделали атрибуции, дальше ее диверсифицируем, то есть, как ваши деньги отрабатывают по каналам, как ваши деньги отрабатывают по типам контента, как, опять же, отрабатывают по продукту или по конкретной теме, или по стадиям воронки. И здесь такое предостережение на моей практике обычно случается следующее. Я вижу, что ребята очень любят анализировать все очень детально, то есть на очень гранулярном уровне, и обычно не хватает анализа именно категорий. То есть вот здесь я не говорю про анализ там перформанса конкретной рекламной кампании. Здесь именно я вас призываю подняться на ступеньку выше и подумать, как вы перформите по категориям, да, то есть вот тип контента, обучающий там versus лендинги, versus подкасты, versus и так далее, и так далее. Или, допустим, у вас есть материал на стадию тракт, у вас есть материал на стадию конверт. Как они отрабатывают на свои целевые действия, то есть стараетесь здесь найти определенные паттерны, и, опять же, вы сразу таким образом найдете, над чем вам нужно дальше работать, как только вы построите вот эту грамотную отчетность по категориям. Ну, и, собственно, обещанный чек-лист, да, такое небольшое резюме, что мы только что с вами обсудили. То есть вот, опять же, возвращаясь на рабочее место, смотрим на нашу существующую отчетность и пытаемся проанализировать, да, насколько она понятна рядовому сотруднику, насколько эта отчетность консистентна и последовательна, насколько она предоставляет контекст, да, хорошо это или плохо, автоматизирована ли она, регулярна ли она, доступна ли она другим. Я здесь, кстати, хочу сказать, доступна иногда прям буквально, да, то есть элементарно мы забываем включить всех нужных сотрудников в рассылку наших отчетов, что чревато. Насколько она действенна, отвечает на тот самый вопрос, а дальше что, и насколько она привязана к бизнес-метрикам, которые мы с вами только что обсудили. И на этом у меня все. Я вот вижу, что вас слушает какое-то количество, вот, и я вот сейчас смотрю внимательно на чат и хочу узнать, есть ли какие-то вопросы. Я вижу комментарии от Анны Зюриной про своевременность, дашборды, совершенно верно, это мы проговорили. И продажи должны понимать, что каждый термин означает, да, абсолютно верно. И все зависит от конкретного бизнеса, на какие метрики больше обращать внимание. Да, это мы проговорили. Для бизнеса всегда важны продажи деньги, да, то есть здесь я слышу опыт в этих комментариях. Что-то еще, может быть, какие-то вопросы или комментарии? Так, ну, я вопросов не вижу. Я надеюсь, что это знак того, что все было понятно и доходчиво. Если у вас все-таки появятся какие-то вопросы спустя какое-то время, вот здесь, пожалуйста, мои контактные данные, добавляйтесь в LinkedIn, задавайте вопросы, я с удовольствием подскажу, поделюсь опытом, с удовольствием послушаю тоже ваш опыт, ваш фидбэк. И тогда спасибо вам за внимание и хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok